привет дорогие друзья сейчас вы будете наблюдать прямом эфире сжигание миллионов бюджетных гривен потому что миллионы бюджетных гривен сейчас брошен на то чтобы рассказывать о том какая продуктивная встреча какая супер продуктивная супер продуктивный полет у зеленского и его команда состоялся в соединенные штаты америки несмотря на то что многие в отпусках несмотря на то что вот на это вот к примеру что вызвало колоссальные просто приступы гомерийского смеха вот эти вот фотографии не что реально бесценные и дело даже но реально не в том что по протоколу там должен быть еще и второй представитель уже такого же плюс минус уровня со стороны средних штатов америки дело не в том что выглядит это комично дело в том что это полный катастрофический провал и этот провал им надо как-то заделывать сейчас брошенную на амбразуру телеканал дом вы кстати заметили как телеканал дом государственный телеканал как его журналист без бесстрашно крикнул зеленскому владимир александрович как дела вместо того чтобы как эти поганые российские журналисты спрашивать когда же он перестанет гнобить свободу слова в украине согласитесь нужно взять яйца в кулак для того чтобы выкрикнуть владимир александрович как дела как справа владимир александрович согласитесь совсем другой уровень до состоялась встреча этих у по упоровшихся из google я вам уже сообщал они всерьез вознамерились полностью цензурировать соцсети главная соцсеть которая их волнует которая перебивает их говноканалы это youtube youtube где существует до сих пор существует свобода слова максимум свободы слова и они решили эту свободу слова наконец-то убить уничтожить вот уже министр федоров которого ранее я считал самым вменяемым но я ошибался нормально признавать свои ошибки министр федоров делает абсолютно упор это и заявление о том что надо вводить специальную модерацию для клипов youtube которые выходят на youtube для украины потому что у нас с россией война то бишь имеется в виду что наверное они будут оценивать эти супер гении так вот здесь вот критикуются украинская власть или вот здесь рассказывается про нациков из батальонов убрать заблокировать состоялась встреча этого клоуна с вице-президентом google очень серьезный уровень давайте почитаем до чего договорились вот он уже сообщает международные партнеры поддерживают цифровизацию в украине сегодня в вашингтоне встретился с вице-президентом google караном хотя в частности вопрос подбора интересовал и рекомендации контента для главной страницы украинского youtube music youtube как это подбор контента для главной страницы может быть федоров настолько тупоголовый что не знает что youtube выдает в соответствии со своими ютубовскими алгоритмами не просто мы сейчас подберем так украина давай шаровары сало вышиванка да выдает то что пользуется популярностью выдают то что просматривают потому что сейчас нашим пользователям предлагается российский контент что недопустимо когда в украине идет война а может быть нашим пользователям предлагается российский контент потому что наши пользователи смотрят российский контент может быть в этом дело может быть дело в том что если мы откроем спотифай для украины то мы увидим что украинские пользователи слушают российских исполнителей что с этим делать надо договариваться получается со всеми вот этими вот понимаешь приложениями надо договариваться чтобы убирать оттуда российский контент пусть слушают латилы леки айна тел и деки свиньи так когда в украине идет война поэтому нельзя слушать русскую музыку чтобы больше не повторялись такие кейсы мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов уже смешно которые будут подбирать контент это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии хрена там потому что санкции которые были введены против в российского языка будем говорить прямо да вот это все ограничения они не привели к расцвету украинской музыки украинской культуры украинского кино не получилось почему потому что не получилось потому что если французы лучше всех делают чулки то пускай французы делают чулки понимаете о чем я если у нас сейчас не получается делать музыкальный контент который будут слушать миллионы людей значит не надо давайте будем делать трактора или не будем париться по этому поводу я знаю страны в евросоюзе вдруг не получается делать музыкальный контент его никто не слушает они не парятся продолжают его клепать но не говорят при этом давайте мы теперь запретим англоязычной музыки исполнителей италоязычной так далее и наш тогда расцветет да ни одному дебилу такое в голову не придет этим приходит они намереваются создать галимую северную корею в плане свободы слова в украине каким образом будут подбирать контент что за подбирать контент рекомендуемые если это это значит youtube тоже оценивает что тебе нравится что ты обычно смотришь и рекомендует исходя из твоих предпочтений тебе контент если у вас не получается делать хороший контент музыкальный так и не делайте господи не делайте делайте что-то другое фильмы про не войну про плохих сепаров смотрите их сами но если люди это не будут смотреть что же ты делаешь федоров ты же молодой что ты творишь вообще ты же войдешь в историю наравне вот с этими вот клоунами а мог войти как создатель хороших приложений реально полезных приложений что там пишут люди об этом о ботва они используют ботву при переходе на странице вот этих людей все становится понятно моментально они используют ботов которые пишут браво на реште причем пишут исключительно на украинском языке я не могу понять вот здесь вот среди всего этого трэша пишут просто решили шария заблокировать видимо здорово подгорело остальные вы добру справы роботы супер причем супер пишут какие-то вообще пенсионерки которым очень мешают тренды ютуба далее не хочу хвалы ты просто пешаюся молодцы запытания украинского музычного контенту дякую круто молодцы молодцы там же при этом по русски им пишут еще совсем крышей поехали 21 век на дворе какая модерация ютуб и фейсбук в украине до северной кореи недолго осталось то что я говорю там пишут youtube подбрасывает то что нравится людям они специально российский контент хотите северную корею многие вспоминают про северную корея да а в ответ дую рашку насолоджуюся свободую а пидгорая пишут я не могу понять это что какое-то что происходит сейчас с украиноязычной аудитории я верю ребята что это ботва что не может такого быть вы же не совсем пробитые правда браво супер вы крути пишет какая-то пенсионерка неизвестно откуда дякую паны министры дякую дякую правда он там вот по украински парень пишет яка модерация о май год боже ты нас почув так ну и радостные новости успехов хороших встреч да что с этим всем делать теперь я не знаю конечно же судя по тому что он бодро не отчитался о том что вице-президент гугла внимательно выслушал их предложение о создании офиса на территории украины скорее всего их отправили с заданием я должен заметить как работает российский офис гугл он абсолютно аполитичен это знают все это известно абсолютно всем а политичен так как и должны работать вот такие вот серьезные корпорации бизнес все ты не нарушаешь правила ютуба ты не нарушаешь правила гугла публику все что хочешь кроме того сейчас на ю тубе идут послабление к примеру в относительно нецензурного контента послабление идут предоставляется максимальная свобода люди из телевизора уходят в youtube эти решили построить здесь 17 век ну как 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 можно говорить об уроды все правда уроды смотрим что дальше будет смотрим на дальнейшие победы просто попытки всерьез уничтожить последний форпост свободы в украине но это уже вне всяких как там говорили от чего ж не вы не выходят люди на улицу ну я должен сказать так людям на улицу не выходится даже когда я поднимаю тарифы в 15-20 раз потому что самая вололюбна нация пока любишь послаще или пожестче может предпочитаешь правду в чистом виде чашки от шарий шоп заряжены на добро правду и справедливость вдохновляют на работе и расслабляют дома взгляни на свою чашку а теперь на мою теперь снова на свою и на мою как видишь я на коне переходи в шарий шоп и будь на стороне правды